В Тверской области, как и по всей стране, завершилась перепись населения. Это была 12-я по счёту и первая цифровая. Информация собиралась сразу из нескольких источников. О предварительных итогах нашему корреспонденту рассказал глава Тверистата Виктор Кулаков. В этот раз предоставить сведения о себе можно было сразу несколькими способами. Дождаться переписчика, ответить на вопросы в филиале МФЦ или воспользоваться порталом госуслуги. Возможностью переписаться, не выходя из дома, воспользовалось более 14% жителей Верхней Волжи. Серьёзных происшествий во время проведения переписи зафиксировано не было. Каждый переписчик обошёл 550 жителей, куда он должен прийти. Он шёл от дома к дому, от квартиры к квартире. Порой сопровождалось это и не всегда лесными отзывами, не всегда доброжелательно это было. Но большая часть населения, она, конечно же, отреагировала положительно, приняла участие, дала сведения о себе. По предварительным данным численность населения Тверской области не изменилась. Однако сейчас завершился только первый этап всероссийской переписи. Он включал в себя сбор первичных данных о жителях страны и конкретно Тверской области. Второй этап предполагает уже обработку собранных данных и сверху по основным источникам. Мы убираем сейчас сдвоенные данные, то есть мы уточняем и сопоставляем коды подтверждения прохождения переписи, которые не пришли на планшет переписчика, но они есть, допустим, у населения в личном кабинете на портале госуслуг. Такие случаи есть, но это техническая сторона. По словам руководителя Тверстата, каждый житель будет учтён, даже если по каким-то причинам человек не смог переписаться. Кроме данных, поступающих с планшетов переписчиков или личного кабинета на портале госуслуг, специалисты будут использовать административные данные. В ходе переписи в качестве административных источников использовались данные управляющих компаний, данные дома управлений, данные жилищно-строительных кооперативов, данные председателей уличных комитетов, ну и многие другие административные источники. Первые итоги всероссийской переписи подведут в январе 2022 года. Росстат обнародует сведения об общей численности населения страны. Затем в течение всего года будут публиковаться дополнительные данные. И в конце 2022 года опубликуют сведения о национальном составе и владении языками.